И здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Андрю Харест, и это, наверное, на самые интересные, самые ожидаемые гран-при сезона, и это у нас Монако. Монако на уровне повреждения симуляции с квалификацией в Дождь. И тут, как бы, прогноз мне как-то не оставляет шансов на то, чтобы я вышел даже из первого сегмента, и я уже перед квалификацией самой готовился к тому, что я буду стартовать из Хвоста. И уже думал, как бы мне постараться прорваться вверх в Монако, но все-таки решил, если я буду стартовать 19 и 20, я возьму новую силовую установку. А пока отправляемся в квалификацию, и дело в том, что подсохло под самый конец, и не все успели показать хорошее время на слике. И я даже занял первую позицию и вышел из первого сегмента. Причем с огромным отрывом, я заняла эту позицию по меркам Монако, особенно над Мерседесом Сайенса, 3 десятки, и это достаточно много. 19 тоже проходит дальше, Хэмилтон на медиуме дальше проходит. А вылетает у нас Квятстрол Батлер, но тут затесались два каких-то чувачка, которые обычно не вылетают из первого сегмента. Это у нас Пьер Гасли, ну хотя с ним можно поспорить, и Шарль Леклер. Хотя Шарль Леклер у себя в реальной жизни тоже в Монако вылетел дома, но как бы ладно. Обычно мы не привыкли его там видеть. Второй сегмент, и тоже он для меня заканчивается удачно. И тут я понял, что, хм, а может нам как-то попытаться в топ-5, в топ-6 доехать. Хотя, ну это маловероятно, но все же. Седьмая позиция, G12, к сожалению, дальше не проходит, он будет стартовать до 12, возможно на альтернативной тактике. Но у нас даже дальше прошел Дэн на рейсинг-поинте, а рейсинг-поинт у нас вроде, как я напоминаю, вроде все-таки она последняя по силам команды, и это достаточно интересно. И решающий круг третьего сегмента квалификации под самый конец почти. И я пока что нахожусь на седьмой позиции, но этот круг можно было улучшать прям на очень много, но у меня как-то не очень-то сильно это и получилось. И это достаточно печально. Я мог бы этот круг улучшать спокойно на полсекунды, а улучшил на немножко. Но он все-таки улучшил, а значит, что-то я отыграл и как-то лучше проехал правильно-правильно. И как бы тут у нас был нос трафик, и дело в том, что я срезал шикану, но мне не знали предупреждения за срез, и в принципе я отыграл его не так уж и много. И надеюсь, вы меня палками не будете за это бить, и в принципе, в принципе, можно сказать, что я проехал по обычному, потому что если бы я даже, наверное, проехал бы как надо, я бы, наверное, отыграл бы больше, потому что я там только больше замедлился. И также еще немного пролетел в последнем повороте, и из-за этого тоже немного проиграл. И это только восьмая позиция. Я рассчитывал на топ-6, и если бы я привез бы это улучшение на чуть-чуть больше, вот прям на... Там, не знаю, на несколько тысячных, на... Ладно, на десятку я привез бы больше, я бы сортовал бы шестой. А на поле у нас Джордж Рассен, дальше у нас Льюис Кэммертон, Карл Сайнц, Лукас Вебер, Ким Райкоген, Макс Верстаппин, Себастьян Кветтель. И я на восьмой позиции. В этой карте, которую я опередил, Чеко Переса замыкает... Чеко Перес замыкает, вот десяточку. У нас штрафов нету. Это удивительно, потому что боты обычно в Монако берут штрафы в пять позиций, потому что у них подыхает просто коробка передач. Но так, ни у кого она не сдохла, значит у нас, наверное, будут сходы в самой гонке. По тактике у нас Софт Медиум, стандартная стратегия для Монако. Слил топливо на плюс один круг, и я его заправил. Немного поднимал пидстоп, думал, что буду заезжать на седьмом, но, наверное, все-таки заеду на шестом. И отправился стартовать, и это будет интересно. В основном, они стартуют Грам-при, Монако стартует я достаточно хорошо. Но позади меня все стартуют плохо, и Дэн, и Перес стартуют плохо. Думал как-то залезть к Себастьяну Фетолю повнутренне, но только срезал поворот из-за этого, отстал от них. Чуть не улетел в стену, но сохранил свою восьмую позицию. Себастьян Фетолю прошел Макса Ферстаппина, а я к ним уже подъехал под конец первого сектора. А позади у нас было покушение на Сергию Переса, это мы, конечно, посмотрим. Но сначала посмотрим шпильку, где все просто останавливаются и едут прям 10 километров в час просто. И, конечно, блокировки, конечно, желтый флаг, потому что все едут ультра-ультра медленно. И вроде с этой гонки у меня осталось чуть-чуть побольше интерфейс, типа какой круг, кто-то на какой позиции, вот это все. И это должно быть поприятнее глазу. На повторе старта у нас Джордж Рассел удерживает лидерство, но пока что они борются с Льюисом Хэмитоном. Впрочем, почти все ехали попарно, и я думал, что у Льюиса Хэмитона будет больше шансов обогнать Рассела, потому что он был на внутренней траектории, но Джордж Рассел остался на внешней, удержался, и в следующий поворот у него была внутренняя траектория, и он смог сохранить лидерство. Тем более перед шпилькой все друг друга пропускают, те, кто на внутренней траектории пропускают, те, кто на внешней, и они теряют очень много. И вот на похужение на Переса три в ряд с моим участием, и у Переса нету с обоих сторон торцевых пластин, и это однозначно боксы для него, наверное. И ему просто не осталось места, и он врезался в Дэна Риккиарда, думал как-то побоевать, но только пропустил и Ланда Норриса, если у меня повтор отъяснит, то мы узнаем, может он еще года пропустил, но вроде никого. И я уже начинаю подъезжать обратно к Максу Ферстаппену и Себастьяну Феттелью, но Макс как-то начинает слишком сильно вставать от Себастьяна, а сам Себастьян отстает от впереди летущих Вильямсов. И там у нас едет и Ким Райкенен, и Лукас Вейбер. И впереди его два Мерседеса, и Альфа-Ромео Джорджа Рассела. Кстати, я не видел Рэд Лэнс со Строла, а он, он же вроде вылетел в керамсегменте, точняк! Я же забыла его упомянуть, ой, какой я идиот, ладно. А дальше у нас уже шестой круг и пидстоп, делаем андеркат на Максу Ферстаппена, по крайней мере, пытаемся, и выезжаем, конечно, на последние строчки, за исключением Переса, потому что, ну, Перес, он уже далеко никуда не заедет, а я выезжаю на девятнадцатой строчке, пидстоп 2.4, достаточно хороший пидстоп, переходим на комплект Медиума, и у нас есть даже те, кто стартовал с Медиума, и они будут ехать очень-очень далеко, и они будут, наверное, являться помехой для некоторых, где-то круги после... на круге после десятого, где-то десятого, одиннадцатого круга, они начнут всем мешать. И дальше на седьмом круге у нас продолжается волна пидстопов, заезжает Макс Ферстаппен, выезжает он из Питлэйна, но, к сожалению, впереди меня. Я что-то там с ним пытался сделать, как-то пытался приблизиться к нему, пока у него холодная резина, но ничего не получилось. Дальше у нас продолжается волна пидстопов, заезжает у нас Леклер на пидстоп, я выхожу уже на двенадцатую строчку. И сейчас начинается такой момент, где я просто начинаю приезжать мимо Питлэйна и обгонять всех. Но у нас вот именно здесь начинается веселье. У нас разворачивает Карлоса Сайнца, который пытался пройти Торороса. Вот он, он стоит, я даже срезал, потому что не знал, где кто стоит. Получил предупреждение за срез и вышел на одиннадцатую строчку. Дальше у нас на одиннадцатом уже круге поперек трассы, уткнувшись носом в забор, стоит Севастьян Феттель. Ух, снова Феттель развернула! Ух, как классно! Феттель так же, как и Сайнц, просто его начало нести, но ему не повезло, его не полностью развернуло. Он ударился об отбойник и сломал себе крыло. Даже немного Рено срезалось за него. Ну, как бы ладно. Я вышел на десятую уже строчку, и уже перед Максом Феттель намылился Деван Баттлер и Данил Квиад. Они все сдерживают Макса и меня, я к ним уже подъехал. И уже где-то искал местечко, чтобы пройти Макс и Феттель Степина, а у нас с Максом борьба немало за позицию на трассе. И в шпильке я решаю его проходить. Мы вдвоем поместились, но Макс Феттель почему-то решил оттормозиться. Хоть он вписывался в поворот, не ломая крыло. Это было очень красиво, очень странно. Я просто залетел, и он почему-то остановился. Даже назад не сдавал, просто вывернул руль и поехал дальше, не сломав крыло. Он и дальше мог бы вместиться, но решил притормозить. Я считаю, что это красивый обгон, и это гоночный инцидент. Дальше у нас Данил Кэтт свернул на пистоп, я уже вышел на... И Ника Кьюкенберг тоже свернул на пистоп, я вышел уже на седьмую строчку. И уже передо мной Деван Баттлер, и позади сходит Шарли Клэр. И выезжает, ну, появляется режим виртуальной машины безопасности. А он, меня его сход прям очень сильно рассмешил, потому что, когда он сходил, он успел сначала сломать себе крыло к чертям собачьим, а потом еще и застопить Сайенса. И вообще сойти по проблеме, наверное, с коробкой или с двигателем. Но, прикольно, видите, как Феррари припарковываются без переднего антикрыла просто. Меня так рассмешил этот момент, я так долго его пересматривал, смотрел, как, типа, он пропускал Сайенса. Блин, это реально меня рассмешило, это там такую маленькую смешинку добавило мне в этот этап, потому что, ну, мне и так грустно ехать в одиночестве на седьмой позиции пока что в Монако, но тут хотя бы что-то веселенькое такое. И возобновляется гонка, и я еду на пока что на седьмой позиции, и передо мной уже Дэйван Бандлер, который же на этом же круге сворачивает на пит-стоп, и не только он, Ботас тоже сворачивает на пит, тем более Ботас берет зачем-то хард, и я выхожу уже на пятую позицию, и впереди в 7 секундах от меня Лукас Вейбер. Но на этом, грубо говоря, моя гонка и была закончена. Я догонял Лукаса Вейбера на Вильямсе, но на самом деле он просто уперся в своего напарника Кими Райкенена, а это была битва за подиум, и Райкенен был на комплекте харда, а Вейбер его никак не мог пройти, из-за этого я даже подъехал, и мое отцование было 5,2, но все-таки Кими, Кими Райкенен на Вильямсе заезжает на подиум, и, наверное, многие будут этому рады. Хотя, судя по тому, сколько у меня просмотров набирается вообще на любых видео, вообще никто в комментарии даже ничего не пишет. Просмотров прям очень мало, там просмотров 25 лайков, 1 дизлайк, 0 комментариев. Прям вообще вот шаблонно, вот последние несколько видео. И мне это прям очень обидно, потому что я делаю как бы видео, стараюсь, а тут вид, что ноль активности, и как-то мне становится грустно. Но давайте порадуемся за то, что хотя бы не Хэмильтон побеждает, побеждает у нас Джордж Рассел, на подиум у нас подъезжает Кими Райкен, Макс доехал прямо позади меня, так что он сильно не потерял из-за того, что я, можно сказать, его как бы застопил, но это был обгон, и это было достаточно классно, потому что Леклер в реальной жизни тоже там обгонял, так что я пошел по его стопам. Подиум у нас из представителей трех команд, причем во всех у них на комбинезонах есть белый цвет, белый подиум просто, и не знаю, зачем я это вообще сказал, просто прикольно. Как я и говорил, побеждает у нас Альфа Ромео, это хорошо, потому что, возможно, Рассел сможет побороться с Хэмильтоном за титул, но я не очень в этом уверен. А вообще по полуризонтам гонки у нас, как и говорил четвертый Лукас Вебер, дальше я, Макс Версаппин, Антонио Джовенадзе с двенадцатой на седьмую. Вот напарник просто молодец, я ему хлопаю, потому что, наконец-то, Джовинация хорошо проехала. Дальше у нас Ландер Норрис, Вальтер Боттс и Дэн Риккердо на Рейсинг Пойнте, на этом ведрище замкнул топ-десятку. Феррари, можно сказать, сошли полным составом, потому что Веттель сломал крыло, заезжал еще раз на песок, так же, как и Албан, и Феррари просто замкнули пилотон. Это для них это полный провал. У нас несколько перешли на Харт, это Райканин и Боттас, с Медиума на Софт у нас приходили, а, еще и Баттлер на Харт перешел, молодец. Квиат перешел тоже с Медиума на Софт. По контактам у нас это первый круг, все. И я на девятом круге срезал, и Халк, Леклер, вот это вот все, они там были маленькие контакты, это, можно сказать, ничего на ход гонки это не повлияло. С Вебер у нас проходит, и Леклера, и Феделя в личном зачете у нас, Дживенадзи проходит, Гасли, Норрис проходит, Баттлера, и я очень мало это показал, молодец, не все назвал, но это вы все видели. В Кубни Конструкторов мы идем на пятой позиции, ну, намного, на 50 очков и больше отстаем от Вильямса. 10 очков преимущества у нас над Рэдбулом, с ними у нас будет самая ожесточенная борьба до конца сезона, надеюсь. И Альфа Рома на 48 очков пока что отстает от Мерседеса, но надеюсь, как бы, Альфа навяжет борьбу Мерсом, и будет достаточно интересная борьба за титул, если мы туда не подключимся, а мы туда не подключимся, я вам это уверяю, я вас просто уверяю. В характеристиках мы пока что идем на пятой позиции, нам говорят, типа, эй, братан, хорошая гонка, продолжай в том же духе, и рекомендуют взять обновление шасси, но я думаю, что на следующий этап в Канаде нам нужны другие обновления, шасси нам там не очень сильно поможет, нам там поможет мощность, а мощности много не бывает. Так посмотрел, что мощность мы не можем взять, ЕРС не хотел брать, экономия топлива вообще вещь не нужна, потому что, ну, блин, заливаешь на плюс один круг, и на 25% дистанции тебе это по горло хватает, и больше-то, собственно говоря, не надо. Хоть это обновление стоит 200 ресурсов, я его вроде не стал брать, я это вообще не помню, помню, что ехал это давно. И все-таки вроде решил взять обновление шасси, надеюсь, я его взял, потому что сейчас очень забавная ситуация, потому что я не помню, взял я его, я его взял, и оно, по идее, приедет в Великобританию или Австрию, я не понимаю, не помню, наверное, не знаю точнее. Также еще взял на Канаду ДРС, маленькое обновление, и на Канаду нам приезжает, по идее, целых два обновления, да, и там на Австрию у нас приезжает еще шасси. По характеристикам, Вильямс приближается к Мерседесу, надеюсь, Вильямсы тоже навяжут им борьбу, Альфа Ромео тоже, да много впереди Мерседеса, и Мерс к ним не приближается. И, скорее всего, у Альфы это уже, как бы, потолок обновлений, и больше у них их нету. Феррари тоже пытаются как-то выбраться из дна, и у нас в центре пелотона только Редбулл почему-то не обновляется. Все у нас обновляются, Рейсинг Пойнт на последней троточке по характеристикам, но они заезжают в очки, это норма. И, в принципе, на этом все. Всем огромных сил за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok